Здравствуйте, Дауреан Аскербекович. Здравствуйте. Я думаю, очевидно, что главное событие этой недели – падение цен на нефть. К сожалению, для нашей экономики эта новость обернулась снижением курса национальной валюты. Насколько вообще ситуация критична и для финансовой системы нашей страны, и для наших граждан? Действительно, курс иностранной валюты вырос. Вы также наверняка все слышали, что аналогичная ситуация произошла и с российским рублем. Там процент даже выше. Но мало кто, наверное, знает, что и азербайджанский монат со многими другими валютами произошло то же самое. А если смотреть шире, то в феврале этого года национальные валюты Мексики, Турции, Бразилии, ЮАР, то есть крупных стран, упали, по-моему, тоже где-то на 4% каждая. Что касается нашей страны, то вы знаете, этот вопрос находится на особом контроле главы государства. По его поручению создан специальный штаб для разработки антикризисного плана действий. Самое главное во всей этой ситуации, государство дает все гарантии по всем обязательствам, включая пенсии, пособия, ну и так далее. Даврин Скребекович, но, как мы видим, пока действия Нацбанка и правительства сводятся лишь к двум вещам. К повышению базовой ставки и к валютным интервенциям. Многие эксперты и экономисты считают такие действия малоэффективными и уверены, что надо просто отпустить ситуацию в свободное плавание. Вы с этим согласны? На самом деле в таких заявлениях нет ничего удивительного. Вы знаете, в противоположном случае эти же эксперты, я думаю, говорили бы о бездействии Нацбанка и необходимости вмешательства в ситуацию. Ну и так далее. Что касается повышения базовой ставки, то к этой мере многие государства периодически обращаются для сдерживания инфляции и укрепления курса. Это так называемый тактический шаг. В нынешних условиях, когда многое зависит именно от внешней конъюнктуры, регулятор действует по ситуации. Вы знаете, в феврале 2016 года в Казахстане базовая ставка была вообще повышена до 17%. Но как только ситуация на финансовом рынке стабилизировалась, ее понизили. Сначала, насколько я помню, до 15%, а затем и до 9%. В свете последних новостей о коронавирусе все больше граждан высказывают свои опасения. В интернете доминируют две версии происходящего. Первая – это то, что в нашей стране коронавирус, скорее всего, уже есть, но правительство тщательно скрывает это. И вторая – у нас нет возможности его диагностировать. Иначе тот факт, что в Казахстане, стране, которая на столь продолжительном расстоянии граничит с Китаем, нет коронавируса, выглядит каким-то нереалистичным. Александр, в чем смысл правительству скрывать факты заражения? Это проигрышная стратегия. Сокрытие фактов будет способствовать распространению болезней. И тогда проблема может достичь очень серьезных масштабов. Или вы думаете, что правительство боится паники? Да эта паника, к сожалению, сейчас везде. Это не только в нашей стране. И в США, и в Европе, и в Азии, и в Африке. Везде такое паническое настроение. И это естественная реакция. Естественно и то, что за паникой следует рациональное осознание проблемы. Сегодня наше правительство ежедневно на связи со Всемирной Организацией Здравоохранения. И еще, просто представьте себе реакцию мирового сообщества. Да и с самой Организацией Здравоохранения, если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты. Мы потеряли бы не только доверие партнеров по всему миру, но и, наверное, какие-то, вполне возможно, какие-то санкционные вещи против нас предприняли. А то, что якобы у нас нет возможности диагностировать болезнь, то это вообще большое заблуждение. Лабораторная диагностика на коронавирус проводится во всех регионах национальным центром экспертизы. Исследования проводятся на специальном оборудовании. Все лаборатории оснащены так называемыми тест-системами, которые производятся в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. Анализ проводится в течение 5-6 часов. Больше того, все образцы дополнительно исследуются еще в двух центрах. Это так называемый центр по особым опасным инфекциям и санитарно-эпидемиологический центр экспертизы. Они, кстати, проводятся на тест-системах, которые нам предоставляет Всемирная Организация Здравоохранения. Таким образом, можно сказать, что у нас так называемый трехкратный контроль лабораторной диагностики. Дориан Скиребекович, на этой неделе законопроект о мирных собраниях был передан в Можилис. Скажу честно, несмотря на широкое обсуждение, у общественности остались вопросы к его содержанию. И многие эксперты заявляют, что инициативы гражданского общества в итоговый документ так и не вошли. Как вы можете все это прокомментировать? Давайте начнем с того, что представленный в Можилис вариант законопроекта, конечно же, не окончательный. Ему еще предстоит пройти обсуждение в рамках рабочих групп, слушание на пленарном заседании, ну и там целые процедурные вопросы. Естественно, есть еще обсуждение в Сенате. И, конечно же, окончательное слово будет поставлено президентом, то есть именовым будут подписывать этот законопроект. В этом вопросе точку ставить еще рано. Но уже сейчас я могу сказать, что в ходе обсуждения законопроект изменился. Только представьте себе, что на портале открытых данных, его просмотрело, по-моему, более трех тысяч раз, оставлено более двухсот комментариев. Открытые слушания с участием общественности прошли практически во всех крупных городах нашей страны. Более того, была проведена встреча с представителями международных организаций и дипломатических миссий. Мы их мнения тоже выслушали, их пожелания тоже учтем. Поэтому глупо полагать, что после месяца таких дискуссий документ не изменился. Конечно же, изменился. И еще будет наверняка меняться. О каких конкретно изменениях идет речь? Я сейчас не хотел бы останавливаться на всех моментах, назову только наиболее, наверное, важные. Ну, конечно, в первую очередь исключено количественное ограничение 250 человек. Именно этот пункт вызывал наибольшее количество споров и вопросов. Во-вторых, сокращены обязанности организаторов и снимаются некоторые запреты журналистов. И таких примеров очень много. Поэтому давайте будем смотреть, обсуждать. И я думаю, что когда будет окончательный законопроект, мы его вновь презентуем общественности. И переходя к традиционной части нашей программы, хочу попросить вас назвать новость. Новости, которые за последние 7 дней вам лично запомнились больше всего. На этой неделе нас порадовали спортсмены. Национальная сборная по боксу, успешно выступив на турнире в Иордании, завоевала полный комплект лицензий на Олимпиаду в Токио. Вы знаете, мы будем представлены во всех весовых категориях. Это очень радует. Ну и нельзя не отметить уверенную победу Бориса в четверть финале Кубка Гагарина над принципиальным, можно сказать, соперником магнитогорским металлургом. Впереди полуфинал Восточной конференции. Мы верим в наших ребят, в их победу. Ну и в завершении, конечно же, хотел бы еще раз подчеркнуть один момент. Это, наверное, в том числе будет связано с антикризисными мерами, которые будут приниматься. То, что в Казахстане в 2019 году произведено более 50 тысяч транспортных средств всех типов. Только представьте себе, это на 56% больше, чем было в 2018 году. А в денежном выражении рост составил вообще 75%. Сумма, общая сумма, это порядка 350 миллиардов тенге. Вырос объем выпуска грузовой техники до 5000 единиц. И можно, наверное, сказать, что мы сдвинулись с мертвой точки относительно экспорта машин за рубеж. Каждый третий проданный автомобиль произведен в нашей стране. Вы просто представьте себе, несколько лет назад в это, наверное, сложно было поверить. Все это вселяет надежды. Особенно на фоне актуализации вопросов о развитии несырьевого сектора, о чем я говорил выше. На этой ноте вынужден с вами попрощаться. До встречи в следующий четверг. Спасибо за ответы. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин